Новые правила перевозки детей в автомобилях вступили в силу с сегодняшнего дня. Согласно поправкам, теперь детское кресло в машине для детей от 7 до 12 лет не обязательно. Постановление правительства разрешает перевозить детей в этом возрасте на заднем сидении автомобиля, пристегнув их только ремнями безопасности. Однако, если ребенок в возрасте до 12 лет едет на переднем сидении легковой машины, то без детского кресла передвижение запрещено. Кроме того, с 12 июля категорически запрещается оставлять детей младше 7 лет одних в салоне автомобиля. В случае выявления такого нарушения водитель будет привлечен к административной ответственности. И к новостям спорта. Чемпионат России по спидвию состоится во Владивостоке уже в этот четверг. Наш Восток встретится с Мегаладой из Тольятти. Первая домашняя гонка в краевом центре в рамках командного чемпионата страны стартует 13 июля в 19 часов. Площадка для состязаний традиционно станет стадион «Авангард». По словам организаторов, из-за отсутствия фаворитов в нашей команде для Востока предстоящие соревнования будут напоминать борьбу со сборной России. Из семи гонщиков шестеро перешли в Мегаладу из команд других регионов. Но в любом случае зрители смогут получить удовольствие от скорости и азарта спортсменов. Напомним, этот вид спорта во Владивостоке довольно популярен. Соревнования ежегодно собирают тысячи болельщиков и не зря. Осенью 2015 года наша команда стала чемпионом России. В связи с чем глава Владивостока Игорь Пушкарев наградил коллектив клуба за большой вклад в развитие технических видов спорта. В 2016 году команда «Восток» вновь завоевала звание чемпиона России. А победителем личного чемпионата России по спидвею стал Григорий Лагута. Кстати, подробное интервью со спортсменами перед соревнованиями «Восьмой канал» покажет сегодня сразу после выпуска новостей. Смотрите программу «Время говорить».